Добрый вечер, уважаемые коллеги! Рад всех приветствовать сегодня на новом нашем инсталайфе Института информационной технологии и интеллектуальной системы Казанского университета. Меня зовут Михаил Абрамский, я являюсь директором этого института и уже второй раз выступаю в роли модератора нашего инсталайфа. Мы немножко поменяли формат. Вместе с информацией по тому, как нам поступать, кем она становится, мы уже второй раз решили позвать тех, ради кого, возможно, к нам поступают наши будущие студенты. И сегодня у нас в гостях как раз три представителя, очень значимых наших партнеров, да и, в принципе, компании тоже вы наверняка слышали. Я рад приветствовать здесь Игоря Катыкова, директор центров разработки Тинькофф в Казани и Иннополисе. Игорь, приветствую, спасибо, что пришел. Рустам Улюков, директор центра разработки Arena Innovation в городе Казань. Приветствую, спасибо, что есть время на нас. И Тимур Вафин, технический директор компании Flatstack. Привет. Спасибо огромное. Коллеги, мы-то постоянно находимся в ВКонтакте, то есть до начала еще учебного семестра, я вот и с Игорем, и с Тимуром разговаривал, про разное. Все-таки мы находимся в Казанском университете, говорим сегодня про ИТИС, и хотелось бы как раз услышать, может быть, о том, как вы, возможно, нашли наш институт, как вы выстраиваете взаимодействие, в чем мы друг другу полезны, потому что очень разные форматы взаимодействия. Мы как раз представители трех компаний, с которыми имеем именно абсолютно разные взаимодействия в плане обучения студентов и потом последующей работы. Ну и начать я хотел бы дать слово нашему, по-моему, одному из первых партнеров, может быть, даже самому первому или первому в тройке. Тимур, расскажи нам, как это было тогда, когда вы узнали про ИТИС. Да, на самом деле я сегодня попросил у ребят на работе поднять информацию, когда мы первый раз сконтачились с ИТИСом. Это действительно было, кажется, в 2011 году, то есть получается 10 лет назад. Как раз когда мы открылись. Да, то есть на этапе, когда открывался ИТИС, вуз искал компании-партнеры и позиционировался таким образом, что будет готовить при помощи технологических компаний специалистов, которые нужны именно этим технологическим компаниям. И, насколько я помню, тогда мы как раз-таки первый раз связались и решили, что сможем открыть сначала свою лабораторию, потом, насколько я помню, был курс. Насколько он успешен? Мне кажется, очень успешен, потому что практически каждый год мы к себе берем, ну, наверное, 4-5 человек очень талантливых и мотивированных. К сожалению, не могу назвать, очень жалею, что не успел посчитать именно общее количество выпускников, которые с нами поработали. Я могу назвать, потому что я подписан на коллег в Инстаграм, на самом деле, примерно половина или треть штата компании – это наши выпускники. По крайней мере, из тех, кто фоткается. Но кто-то уже ушел дальше, ушел в другие компании, уехал в другую страну, то есть это вполне нормально. Ну, кстати, по поводу другой страны, у нас FlatStack – один из примеров как раз офисов международных. И, например, по-моему, одно время весь варшавский FlatStack состоял из студентов и выпускников. Ну, и сейчас на 90%, да. Причем они доучивались даже там. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но тем не менее. Спасибо. Есть такая технология, с которой мы начинали обучение информатике. Это технология Java. Это один из наших партнеров по этому направлению. Как раз-таки тоже давний. И причем также мы с Orion Innovation сотрудничаем в сфере образования по интернету вещей. Вот коллеги у нас ведут профильные предметы. Вот Рустам, как это случилось тоже взаимодействие? В 2015 году компания Мера тогда еще решила организовать центр разработки в Казани. И по целому ряду причин… А давайте, кстати, скажем, нашим слушателям, может кто-то знает, да, кто знает компанию Мера, да, тоже вот компания Мера и компания Orion Innovation – это сейчас одна и та же сущность практически. Да. То есть мы сейчас продвигаем другой бренд. В прошлом году у нас произошло объединение с рядом международных компаний и под общим брендом Orion Innovation. В 2015 году мы открылись как центр разработки компании Мера. Мы изучили рынок, нам понравился город. Мы решили, что будущим нашим соискателям и работникам, кто пожелает релацироваться в Казань, будет интересен город. И также был немаловажный фактор то, что есть вузы с профильным образованием. Поэтому в 2015 году наша встреча была неминуема. Мы приехали сюда, познакомились, тогда еще была Ира Хасьянов директором. Мы приехали целой делегацией, нам провели отличную экскурсию. Больше всего запомнилась о робототехнической лаборатории, до сих пор нам ее вспоминают коллеги. Она до сих пор есть. Да. Ну, мы периодически там, у нас когда появляются новые люди, они тоже желают посмотреть, приезжают, мы смотрим еще раз, обновляем свою информацию. Вот. Поэтому все было интересно, нам очень понравилось, и мы тогда же наметили наше взаимодействие, как мы можем сотрудничать. Таким образом, мы сейчас сотрудничаем. Уже, наверное, третий год, да, мы обучаем, видим курс интернета вещей. Это одна из наших специализаций, все наши компании. И также мы, как и многие компании, наверное, проводим летние практики для студентов, берем стажеров к себе на работу, помогаем в проведении каких-то событий, мероприятий, конференций. Да, к слову сказать, что Renovation у нас частый партнер конференции Java Day, которую мы уже как раз примерно столько же, уже лет 10 проводим. Вот интернет вещей был назван все-таки у нас немножко образовательное мероприятие, да, для наших уважаемых абитуриентов. Я поясню, что интернет вещей – это направление, связанное с программированием специальных комплексов, так, чтобы наши бытовые приборы были встроены в сеть, анализировали данные, собирали их. То есть, например, условно, если вы с вашего смартфона можете проверить, выключен ли у вас газ на кухне, то это интернет вещей. Динамично развивающиеся IT-компании очень часто возникают как подразделения IT, подразделения банков. Да, мы знаем много таких примеров, и, возможно, самый хайповый банк, как только открыл свои представительства, не мог оставить нас в стороной. Игорь, я еще раз очень рад, что тоже удалось подойти. Расскажи, пожалуйста, про то, как, может быть, вы узнали про ITIS и про то, каких студентов вы у нас ищите и находите. Да, спасибо, всем привет. Нет, ну, Тинькофф сейчас уже это не банк, а целая экосистема разных сервисов. Там много не банковского уже, там можно и билет в кино купить, и застраховаться, и инвестиции, как бы, ну, около, финтеховская наша основная компетенция, но не только. Ну, с ITIS я, наверное, тоже был в тройке по старту взаимодействия. Я вот как лично, когда еще работал в ICL, на самом зарождении тоже я организовывал две лаборатории в ITIS по тестированию, и тогда еще был application packaging. Вот, мои такие детище. Вы, кстати, зрители присутствуют при моменте, я от этого не знал, на самом деле, потому что я тогда просто преподавал. Вот, очень интересно. Я помню, да, лабораторию, у нас даже стоял сканер для этого. Да, вот эти две лаборатории я еще организовывал на самом старте работы в ITIS вообще, как тогда еще от лица ICL. Вот, но вот последние 3,5 года я работаю в Тинькофф, развиваю здесь центры разработки. Вот, и, само собой, мы не можем пройти мимо взаимодействия с молодежью, с талантливыми ребятами. Поэтому, вот, поэтому я и здесь. Вот, сейчас пока у нас, я так сегодня посмотрел, проанализировал, у нас сейчас 6 выпускников в Казани и на полисе работают, и ТИСа. Никого из них мы с университета не забирали, всех мы забирали у кого-то уже, может быть, даже и здесь присутствующих коллег. Вот, но хотим взаимодействовать, как бы, раньше уже с молодыми, там, ребятами, которые еще только строят свою карьеру, вот, подсказывать им, помогать, менторить. Вот, сейчас мы взаимодействуем там пока на примере просто одного из наших, одного из наших сотрудников, который ведет один из курсов в ITIS. Спасибо. И вот, как раз-таки, были названы уже некоторые направления. Напоминаю вам, как устроена образовательная программа в ITIS. Она называется программная инженерия, шифр специальности 090304, бакалавриат. Поступая к нам, у нас фактически единственный бакалавриат, но вы уже, начиная со второго курса, специализируетесь. Вы выбираете направление, то, каким хотите заниматься. Это вебы, мобильная разработка, это корпоративные приложения, это робототехника, это интернет-вещей, это, конечно же, геймдев, тоже одна из наших сильных компетенций. И это море разных возможностей в сфере искусственного интеллекта. И вот, как раз-таки, хотелось бы другой вопрос задать коллегам. А вот, поступая в ITIS и рассматривая вас, как будущих работодателей, кем они, в первую очередь, технологически, я сначала спрошу, именно как разработчики могут у вас в компании становиться. То есть, каким технологиям им, например, стоит освоить, чтобы стать будущим лидом, главным разработчиком Тинькофф в Orion Innovation в Флэстеке? Игорь, пожалуй, продолжим. Ну, компания Тинькофф довольно обширна в плане технологий. У нас компания такая, что как бы лиды разных проектов вольны выбирать, на чем реализовывать свои проекты. Поэтому у нас есть, наверное, все основное. И .NET, и Java, и Scala, и Kotlin, и все фронтовые основные фреймворки, и мобильная разработка. Поэтому, ну, все-таки, наверное, лучше покопаться в себе и понять, чем хочется заниматься. Чисто разработкой, может быть, немножко с упором в тестировании. Мы сейчас очень ценим ребят, которые занимаются автоматизированным тестированием, нагрузочным тестированием. У них огромные зарплаты, ни разу не хуже, чем у просто чистых разработчиков. В общем, главное найти свою какую-то фишечку, которая нравится больше всего, к чему вы склонны. А у нас место найдется, по-моему, всем. Спасибо. Если говорить про ключевые, которые у нас сейчас, в данный момент, используются, наверное, вот самые ключевые, такие необычные. Это Scala, функциональный язык такой, весьма позволяющий писать весьма интересное приложение, особенно в нашей среде, с нашими требованиями. Вот, мы любим сейчас в последнее время Kotlin на бэкэнде тоже. Нативная мобильная разработка в тренде по-прежнему остается. Ну, фронт тоже не уступает, что Angular, что React. Вот, все эти фреймворки, все весьма востребованные. Ну, кстати, очень интересно, что будет. Например, нас могут слушать ребята 6-7 класса, будет забавно узнать им, что будет через 4 года, потому что технология стремительно меняется. Я помню, что я вот 4 года учиться, получается, студент бакалавриата. Я в 11-м году, скажем так, только осваивал веб-разработку, а в 15-м ее преподавал, она была уже очень сильно устоявшейся. Вот, то есть технологии очень там стремительно меняются, и важно именно, мы от наших студентов ждем еще некого умения переобучаться, предугадывать какие-то изменения, выбирать какие-то правильные тренды. Рустам. Ну, на самом деле, предугадать, что будет через 5 лет, довольно сложно, и я думаю, что главное выбрать какой-то тренд. Если вы выбрали там трек обучения в области информационной технологии, то какую бы специальность вы не выбрали в конечном итоге, она будет себя востребованной, по крайней мере, в нашей компании. У нас активно используются и C++ разработки, и embedded разработки на C, и Java, и тестеры, и весь спектр, DevOps. В том числе, например, я смотрел, кто у нас работает, выходцы из ETS, ну, четверть наших сотрудников – это выходцы, и нельзя сказать, что они выбрали чисто программирование. Есть и тестеры, все направления. Главное – получить фундаментальное образование основное, а дальше уже вы всегда примените свои навыки. Потому что, например, кто мог предугадать, что если, например, 5 лет назад про искусственный интеллект, что он будет на сегодняшний день вводиться в учебные программы вузов? То же самое язык Python, например, который получил второе дыхание после того, как появились облачные сервисы и искусственный интеллект. Ну, кстати, да, вот с этого года Python – третий базовый язык на информатике в ETS. То есть до этого у нас было Java и C Sharp, теперь у нас Python – это тоже базовый язык. Это, конечно, порождает новые проблемы, потому что, коллеги не надо соврать, тот, кто изначально изучает Python, ему очень сложно изучать что-то другое после этого. Нужно прикладывать некоторые усилия. А ведь язык был нешивым. С 90-х годов он совершенно нешивым. Он не предполагал, что он будет таким популярным. Согласен. Тимур? Я, конечно, хотел бы поддержать коллегу в плане того, что очень важно выбрать какое-то направление, которое ты будешь любить и заниматься любимым делом. Полностью поддерживаю мысль о том, что очень важно в современном мире быть гибким и уметь перестраиваться. Вижу это на примере тех самых выпускников ETS, которые у нас работают сейчас в Варшаве, потому что изначально мы в ETS были представлены и представляли фреймворк Ruby on Rails на базе Ruby, то есть разработка backend. Но очень классно то, что выпускники ETS, которые работают у нас, смогли достаточно быстро перестроиться, когда в одном из наших больших проектов начали происходить достаточно фундаментальные изменения в плане полностью ухода от серверной разработки в сервер лес и функции, переход на другой язык, и ребята практически за год смогли изучить ряд новых технологий и начать показывать очень хорошую производительность. Поэтому первое – это любить свое дело, выбрать мобильную веб-разработку, уметь учиться и уметь перестраиваться. Спасибо. У нас звучит очень много технологических слов, терминов, названий технологий. Это нормально, привыкаете, да, ребята, а те, ну такое. Вы потом будете говорить фразу что-то типа «я смерджил, но у меня там не запушилось». И наоборот, я запушил, но не смерджилось. Вот, кстати говоря, тут Тимур назвал Ruby on Rails и сказал вот про разработку, бэкэнд-разработку. Речь на самом деле, по большему счету, большинство из коллег говорили в том числе и про веб-приложение, которое сейчас является основной технологической платформой. То есть если мы выбираем, чтобы что-то сделать, чаще всего это веб-приложение. Оно будет работать везде, оно легко обновляется, в отличие от доступного и так далее. Но вот как раз-таки Ruby on Rails, фреймворк, о котором говорил Тимур, он появился, то есть он появился интересно и занимал такую определенную нишу. Знаете, это были хипстеры от мира IT, кто занимался разработкой на Ruby on Rails. Честно, язык Ruby сам по себе. Но потом несколько проектов очень известных, они запустились на Ruby. Я как раз-таки хотел попросить Тимура привести пример известных проектов, которые были написаны на Ruby. На Ruby on Rails, да. Вот я помню, по-моему, Redmine, если я не ошибаюсь. Это система управления тасками. Какие-нибудь, можно популярные, скажем, продукты и, может быть, какие-то тоже ваши клиенты, чьи там приложения, которые можно рассказывать? Сейчас достаточно много. Изначально нужно говорить о том, что фреймворк Ruby on Rails себя позиционировал как средство для быстрого прототипирования каких-то идей в вебе. В это время плачет один разработчик на питоне. Почему нет? Возможно. Мы просто считаем, что это делать проще, чем у них. То есть я как питонист говорю об этом. Совершенно здесь можно не спорить. Мне кажется, идей настолько много, что можно их реализовать на чем угодно. Но тем не менее, изначально Ruby on Rails позиционировал себя как инструмент для быстрого прототипирования, когда 10 лет назад вокруг были страшные фреймворки на Ява, где нужно было тебе полдня конфигурировать кучу всего. Конечно, сейчас они все подтянулись до того же уровня и даже выше, приняли много разных концепций и так далее. На сегодня Ruby on Rails – это скорее решение для также каких-то стартапов, но больше с уклоном в enterprise. То есть те клиенты, которые у нас есть сейчас, это те самые стартапы, которые выросли из начальных каких-то небольших проектов и до сих пор используют Ruby и Ruby on Rails. Есть клиенты, которые, и это нормально, уходят с Ruby on Rails в другие системы, начинают разделять свои проекты на макро- и микросервисы, используют совершенно другие технологии. Какие-то большие имена я не думаю, что стоит сейчас назвать, потому что были эпичные провалы типа Твиттера. Мы все это помним, когда сначала говорили, что Твиттер сделан на Ruby on Rails, но потом мы периодически видели там этого плавающего кита, потому что ребята, ну, что-то делали не то явно. Проектов масса, работы масса. И инструмент – это всего лишь инструмент, который нужно правильно применять. Я помню, была одна тоже история с разработки, вот про плавающих кита, просто когда происходит ошибка на сайте, там пишут «Sorry, something went wrong». То есть, извините, что-то пошло не так. Я помню, как мы однажды в одной команде разработки были в одном проекте, связанном с заказчиком, у которого дела были не очень хорошо, об этом знали в медиасфере. И когда, собственно, кое-что случилось, произошел наплыв на этот сайт, сайт упал, и там высветилось, собственно, в тот момент, когда эта компания терпела неудачу, как раз скидывается, кажется, что-то пошло не так. Нам, конечно, кричали в трубку, что мы за люди. А мы говорили, это не мы. Я думаю, что наши слушатели могут немножко упрекнуть нас за то, что мы мало говорим про поступление в ИТИС. Я все-таки немножко возьму паузу на это. Математика, информатика и русский язык – три экзамена ЕГЭ, которые вам необходимо сдать для поступления к нам. У нас только эти три предмета. Математика профильная. В прошлом году проходной балл на бюджет составил 263 балла, а проходной балл на так называемый грант составил 246 баллов. Что такое? Да, и контракт у нас, проходной балл ежегодно колеблется в районе 200 баллов. Это сумма за три экзамена ЕГЭ. Что такое грант? Вот как раз таки, что и важно нашим партнерам. Значит, грант – это инструмент поддержки обучающегося в ИТИСе со стороны Республики Татарстан. Дело в том, что Республика наша, гостеприимная, кто нас слушает из других городов, мы всегда очень рады гостям, она заинтересована в том, чтобы было много ИТ-специалистов на территории Республики. Соответственно, уже с начала открытия ИТИС 11 года у нас действует грантовая программа. То есть можно, не поступив на бюджет, но оказавшись в числе лучших контрактников, сделать так, чтобы платить за ваше обучение будете не вы, а Татарстан. Какие условия? Условие номер один – это что по окончании нужно сделать. По окончании нужно столько лет, сколько вы получали грант, отработать на территории Татарстана, в одной из компаний, которые зарегистрированы на территории Татарстана, столько лет, сколько вы получали грант. Три года получали грант, три года отрабатывать. При этом компанию вы выбираете сами, зарплату вы получаете абсолютно легально, никто из нее ничего не вычитает. То есть это гораздо более легкие, лайтовые условия, нежели это целевое обучение. Какие еще требования на грант? Грант это, конечно же, привилегия, то есть гранты нужно подтверждать. То есть если бывает, что студент поступил, учился на тройке, его могут обогнать другие. Дело в том, что по окончании каждого учебного года мы собираем оценки за все экзамены, делаем средний балл, и те студенты, которые оказываются в ТОБе контракта, они получают грант. Те студенты, которые оказываются ниже порогового значения, они должны теперь платить за обучение самостоятельно. То есть грант надо подтверждать. Бюджетное место, оно, конечно, с вами остается на веки вечные, только, конечно, лучше учиться, учиться и еще раз учиться, что потом мне пришлось тоже три раза пытаться сдать в университете. Ну, экзамены у нас сдаются обычно три раза, есть три попытки на сдачу экзамена, три не сданные попытки, это, увы, отчисления. Так немножко припугнул, значит, вот и хотелось бы, чтобы никто не пугался двигаться в сторону IT, и мне хотелось бы обратиться к вашему личному, может быть, опыту. Коллеги, а как вообще вы пришли, может быть, в IT, может быть, вы заканчивали профильный вуз, как вы вообще заинтересовались этим, то есть что вы помните, почему вас заинтересовало именно программирование или, может быть, математика, техника и другие такие вещи. Рустам, начнем в этот раз с тебя. Так, это было дело очень давно, я закончил нефтяно-московский институт и учился на факультетах автоматизации. Ну, как-то мне вошло программирование, в общем, и я очень легко с этим справлялся, делал задания за всех, за что мне ставили минус один балл всегда, вот, ну, собственно говоря, так и началось. После этого перешел в нефтянку, там я долго проработан, как и программистом, ну, вырос от Сахи, что называется. Вот, собственно, так. Мне очень нравилось. Спасибо. Игорь? Ну, я родом из Пензы, вот, там же я, учась в школе, полюбил математику, вот, поступил в Пенский государственный университет, на схожее такое вот направление, математическое программное обеспечение ВМ, вот, его закончил. Второй курс начал пахать уже на работе, вот, тогда еще был там C++, потом C-шарп появился, вот, это как-то оттуда пошло, в 2007 году я в Казань переехал, вот, если кто сейчас из Пензы смотрит, то вам всем привет, люблю, уважаю. Спасибо, Тимур. Моя история с программированием началась еще со школы, со школьных олимпиад по информатике, с командных и индивидуальных, продолжилась также в ВУЗе, в бывшем КАИ, факультет тоже связан с программированием, но так же, как Игорь, наверное, где-то со второго, может быть, третьего курса начал работать веб-разработке, занимался программированием на Перл, тогда был тоже такой интересный язык, поэтому, может быть, и веб-рубе как-то связан с этим. Да, любовь к нестандартам. Кстати, к слову, сайт, сделанный тогда, на втором-третьем курсе, коммерчески до сих пор еще работает, это очень забавно на него смотреть. Не booking.com, случайно. Не booking.com. Нет, к сожалению. Да, как-то так со школы пошло, поэтому рекомендую обращать внимание тоже на олимпиады и по математике, и по информатике. Это классная вещь, чтобы в себе развить правильные скиллы, которые тоже, кстати, программирование очень часто пригождаются. Да, особенно это пригождается в работе над собой, потому что очень известная проблема и сотрудников, и в IT-сфере, тем более, это умение правильно распланировать задачи, это то, с чем бьются все практически менеджеры. То есть одна из важных компетенций, которую вы можете попытаться выработать в себе, это умение распланировать задачи. Просто вот вам задали домашнюю работу, вот эти, сделать ее каждый день, понемножку, а не в конце, как делаем многие из нас. Из нас, причем я не случайно это сказал. Коллеги, а вот вы, кстати, сказали, то есть, по-моему, и Тимур, и Игорь сказали, вот со второго курса я начал пахать и работать. Вот ранний трудоустройство студентов, это, конечно, классно. То есть наша образовательная программа, она построена так, что к концу второго курса мы расцениваем наших студентов как джунов. То есть джуниор-разработчиков, младших разработчиков, они могут уже идти на собеседование, могут идти на соискание позиций. Вот у нас тут за, вот как раз таки, камерой одной находится наш студент второго курса, у него нет микрофона, не может говорить, но он может покивать, как бы, скажем, Расим Гарипов. Как бы, есть ли ощущение, что где-то в течение второго своего курса ты начнешь работать? Ощущение, да, там дальше посмотрим. Вот, да, это не запланированно, это просто такой экспром. Так вот, тем не менее, тем не менее, мы все, а все коллеги все-таки занимают не последние позиции в своих компаниях, они прекрасно понимают, что такое ценность, как бы, надежного планирования, в том числе работоспособность студента. И вот, собственно, мы все знаем прекрасно, что студент иногда бывает человеком непредсказуемым. Это, кстати, одна из причин, по которым я все время говорю, что надо в универ все-таки идти, потому что у вас есть 4 года на право на ошибку, просто беспроигрышно. Вы имеете право как угодно ошибаться, и вы, как студент, можете с этим спокойно жить, потому что он студент, понимаете, у него там экзамены, он все это. Как только вы не студент, вас спросит как взрослого человека. Коллеги, вопрос такой, а как вы относитесь все-таки к тому, что со 2-3 курса приходят студенты, какие у них бывают сложности, какие особенности? Потому что, конечно, наша цель в раннем трудоустройстве в чем-то, но в то же время бывает такое, что иногда студент слишком много работает и, скажем, подзабивает на учебный процесс. Бывает и наоборот. И как это, возможно, вы совмещали? Какие-то, может, советы есть тоже по тому, как это совместить одновременно желание побыстрее поработать и все-таки доучиться? Игорь. Ну, в мое время программа университетская была полна таких дисциплин, которые были не очень интересные. Я сейчас вот смотрю, что делает ИТИС, и это, конечно, большая радость. То есть учиться интересно, действительно, огромное количество разных курсов, которые все бы, я бы все, если бы учился в ИТИС, все бы попробовал и там, и там чуть-чуть. Ну, в общем, чтобы определить для себя действительно ту область, которая мне наиболее интересна. То ли VR, то ли искусственный интеллект, то ли бэкэндер-заработка, или мобильная. Что из этого всего? Вот это здорово. В мое время, ну, там, 2001-2006, в котором я учился, в моем университете в классическом было много таких дисциплин фундаментальных, философия, история. Они, наверное, у вас тоже есть в каком-то объекте? Ну, они тоже. Они как бы важны. Вот. У нас их, наверное, было чуть больше, чем хотелось бы. Вот. Поэтому, ну, скажем так, больше упора я делал на то, что мне интересно, и чуть меньший, как бы, на то, что менее интересно. Вот. И в освобождающееся время как раз бросал на работу. Ну, то есть я совсем не бросал учебу. То есть я закончил вуз, на самом деле, вообще без одной четверки. То есть чистый красный диплом с одними пятерками. Вот. При этом, как бы, я плавненько заходил в работу. То есть я начинал работать по 20 часов в неделю. А потом где-то к концу, пятому курсу, когда уже можно было в учебе подрасслабиться, я уже вышел на полный день. Вот. Поэтому, ну, как бы, у всех разные обстоятельства, разные какие-то примеры у меня из жизни есть. Кто-то довольно быстро бросил в университет, и потом оказалось, что он не очень правильно поступил. Кто-то, наоборот, слишком долго не работал. Вот. И правильно поступил, что долго не работал. Потом после универа, ну, скажем, осознал, что ему действительно интересно, попробовал разное. И там уже тоже, в общем, карьеру можно сделать, не гонясь за сроком. Не стоит прям вот с первого курса бежать куда-то работать на 40 часов в неделю. В общем, по обстоятельствам, как оно идет, лучше вот так. Спасибо. Тимур. Определенно не нужно бежать сразу же с первого курса и со второго тоже работать 40 часов в неделю. Мы, как правило, у студентов, подходящих к нам работы, спрашиваем, сколько они могут уделять времени без ущерба для учебы. Мы стараемся быть в этом плане достаточно гибкими. Тем не менее, периодически приходят студенты с вопросом или желанием, что они хотят бросить в УЗ, учебу. Я лично максимально стараюсь их от этого отговорить, потому что, как правило, это решение такое бывает, достаточно сиюминутное. И действительно, карьера от тебя никуда не убежит. Можно достаточно аккуратно совмещать и учебу, и карьеру. Мне кажется, странно слушать абитуриенты, которые хотят поступить в УЗ, а мы им сейчас транслируем информацию, что у нас многие хотят почему-то уйти из УЗа. Вот я, пожалуй, после слов коллег об этом немножко скажу. Да. Еще я хотел сказать немножко о продолжении мысли про продолжение тренда в предыдущем вопросе. Изначально мы преподавали исключительно Ruby on Rails, но сейчас на нашем курсе, мы, кажется, читаем его на втором курсе обучения. Действительно, мы тоже строим курс таким образом, чтобы после обучения, после нашей лаборатории студенты приходили на уровне джунов. И теперь, помимо Ruby on Rails, мы также во второй части курса читаем и фронт-энд и даем студенту возможность тоже выбрать, определиться в направлении. Либо он хочет заниматься чисто фронт-эндом, либо бэк-эндом, либо, может быть, он хочет заниматься и тем, и другим. Поэтому здесь мы тоже стараемся быть достаточно гибкими и готовить каких-то начинающих джунов, которые не обязательно могут пойти в нашу компанию, не могут пойти в мир, работать, работать у коллег, расти, развиваться. Тоже одна из задач нашей лаборатории. Спасибо. Я должен сейчас вступиться опять за абитуриентом, потому что уже некоторый раз звучит слова фронт-энд и бэк-энд. Вот, все-таки, снова продолжая тему веб-приложений, да, просто когда вы его программируете, есть условно две части. Первая, то, что происходит в вашем компьютере, в вашем браузере. И вторая часть, это то, что происходит на сервере, куда отправляется любой ваш запрос. Вы там мышкой повели, кликнули, запрос ушел на сервер. Вот сервер, это бэк-энд, да, там база, там данные, там все. Раньше там все происходило только там. В браузере мало что происходило. Сейчас парадигма разработки такая, что часть функционала переходит от сервера, который, извините, миллионы клиентов, да, могут быть у приложения, на ваш компьютер в браузере. Эта часть называется фронт-энд разработкой. Это уже именно программирование на специальных фреймворках, которые, собственно, вот эта вот часть, которая исполняется в браузере, они помогают делать. Вот, поэтому это об этом, и как раз-таки это, по-моему, одна из, по-моему, самых используемых технологий, в том числе наших курсов. То есть у нас большая часть предметов второго курса, например, они так или иначе посвящены веб-разработке. Устан, вот, кстати, а какой опыт был тоже у тебя? То есть в нефтяной институт все-таки это была учеба или до упора, или это было как-то... На самом деле в мое время было невозможно совмещать и учебу, и работу, потому что посещение было строгим, и предметов было много, много было непрофильных, всякое было. И совмещать было нереально. И на самом деле я сегодня просто тоже радуюсь, что студенты могут, ну, найти подработку любую, будь то там в общепите, там, или в IT-индустрии, или еще где-то. Вот, и практика у нас такова, что, ну да, со второго курса есть желающие, приходят, пытаются устроиться на работу, но это им тяжело реально, совмещать учебу с работой. В принципе, я против, как бы, таких вещей, и с третьего курса, да, уже нормально. То есть они могут и по 20 часов работать. Мы тоже подходим достаточно гибко, всегда спрашиваем, сколько времени он может уделить на работе, и, в принципе, мы отталкиваемся от желания кандидата. Если он может 20 часов уделить работе на третьем курсе, то, ради бога, он будет работать 20 часов в любое время, независимо, там, утром, выходные, в субботу, воскресенье. Вот, мы за это платим, все нормально, и учим. Спасибо. Я тут сейчас понял, что как раз-таки, вот, была история Рустама про обучение в Москве, а Игорь сказал, что он родом из Пензы, думая про другие города, как все-таки для наших бюджетов не сказать следующее, что всем иногородним студентам, поступившим к нам, предоставляется общежитие в деревне Универсиада. Стоимость оплаты примерно 550 рублей в месяц, достаточно легкая цена по сравнению с недвижимостью в Казани. Вот, то есть, все иногородние, да, и грантовая система, о которой я говорил, она распространяется на всех граждан нашей страны. То есть, нет никаких проблем, откуда бы вы родом не были, вы, поступая к нам на контракт, вы попадаете в грантовую программу автоматически. Да, от гранта можно отказаться, если вам это неинтересно, но, как бы, если интересно, то мы только рады включить вас в этот список, если вы проходите по рейтингу. Еще я заметил у коллег, вот снова в очередной раз фраза 20-40 часов, тоже надо пояснить, почему такие строгие цифры. Дело в том, что арифметика простая, у нас 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя. Получается, что 40 часов в неделю это так называемый full time. То есть, это максимальное, официально законное, законное по документам время работы, сколько вы можете отрабатывать. Ну, кстати, тут коллеги смеются в кулак, потому что я, бытность работы в одной из этих компаний Казани, я работал там 2 месяца, просто летом стажировался, и то она славилась тем, что постоянно люди перерабатывают. Я, тем не менее, тоже ушел однажды, будучи на полставки, а ушел однажды в 2 часа ночи, потому что нужно было доделать определенный таск. Так вот, получается 40 часов это full time, то есть нужно 8 часов в день потратить на работу. При этом это ведь учеба продолжается, поэтому это невозможно. 20 часов это половина, вот говорят так part time, да, но не обязательно, что 20 часов, бывает это 30, бывает 15 часов. Гибкий график тоже некоторые компании предоставляют, некоторые не предоставляют. Это уже зависит от ваших успехов на интервью, на собеседниках в компании. И вот про уйти из вуза, да, повторюсь, что очень странно, да, мы говорим, поступайте к нам, а коллеги говорят про уход из вуза. Почему это случается? Потому что многие все равно идут в университет только для того, чтобы якобы найти профессию. Хотя университет никогда не был под профессию, а мы всегда были университетом. Есть такое высказание, университет готовит джентльменов, он 19 века, что бы сказали, и леди. То есть это образованный человек, который просто понимает свои собственные компетенции. В 20 веке уже образование стало более таким профессиональным, да, уже появились профильные институты. И, соответственно, сейчас всех грезит тем, что придут, обретут профессию, и все, университет больше не нужен. Зачем та же самая философия, история, другие дисциплины, которые, конечно, тоже есть в программе, потому что они есть в любом университете нашей страны по образовательному стандарту. И люди, которые находят работу, да, они считают, что цель уже достигнута, в принципе, зачем вам еще париться, да, можно попытаться сказать пока-пока. Нежелательно это делать, у меня просто копится куча причин, чтобы отговаривать людей от того, чтобы все-таки заканчивать образование, если вы решили туда пойти. Я про наш скажу институт. Все-таки надо понимать, что ИТИС, это несколько сотен, у нас учатся 850 студентов бакалавриата и около 100 статус студентов магистратуры. Так вот, это примерно 1000 студентов, молодых людей, преимущественно, которые, ну, молодых там людей, в смысле парней и девушек, которые находятся на этапе самоопределения профессионального. Они выбирают, они сами ходят на собеседование, они думают, что выбирать. И вы находите в этой среде, и вы тоже подвержены вот этой атмосфере тому, что вы должны решать что-то, выбирать, там, я хочу заниматься этой мобильной разработкой, или вот веб-разработкой, или мне интересно геймдев и так далее. У вас есть право на выбор и право на ошибку все время вашего обучения. Поэтому этой вещью нужно воспользоваться. Обратно же к людям, которые ушли из университета, отношения бывают очень интересные. Не всегда, точнее, нередко я говорю о том, что когда человек говорит, я не закончил университет, а ты думаешь про себя, что не так, что не так, что, 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 что произошло. То есть, почему? Может быть, семейное обстоятельство будет, ладно. А может, он такой, что он не готов до конца доводить какую-то рутинную работу, которая может быть в университете. Это уже его профессиональное качество, может быть, оно об этом нам скажет. То есть, поэтому все-таки высшее образование – это ценность пока еще, которую в то же время она доступна, поэтому надо исследовать. Коллеги, ну вот говоря про собственное развитие, собственность в смысле развития нашего студента, мы говорим про технологические компетенции, много мы говорили уже про технологии. Но давайте откроем завесу тайны, что на самом деле в IT-сфере технология не то чтобы вторичная вещь, но как минимум есть еще одна главная вещь – это то, какой человек с точки зрения его личных профессиональных качеств. Так называемые мягкие навыки или soft skills, они являются часто определяющим при приеме на работу, потому что когда приходит новый сотрудник, доучить его немножко тому, что он не знает, ты можешь, а вот научить его корректно общаться с людьми – это гораздо большая проблема. Я хотел как раз спросить, как вот в компаниях обстоят как раз-таки дела, точнее даже так, наверное, спрошу я вас вот о чем, согласны ли вы с этим трендом, потому что, может, для кого-то это новинка, что не только программирование нужно, что важны именно soft skills, мягкие навыки. Плюс, напоминаю, что в IT-сфере есть куча профессий, не связанных с разработкой, да, это аналитика, системная, это бизнес-аналитика, это project management, это product management, это продажи в сфере IT. Вот и этим тоже можно, и можно состояться и работать тоже в этой сфере. У нас тоже есть курс, например, по аналитике, по проектированию интерфейсов, по дизайну, по проектному управлению. Вот сейчас как раз-таки весь третий курс, у них этот курс идет с практикой, и у магистров тоже. Вот, коллеги, расскажите, пожалуйста, про soft skills, насколько они важны, насколько вы лично считаете важными, какие-то, может, есть примеры. И вот где еще в компании, кроме разработки, есть место для выпускников? То есть, может быть, кем еще можно работать, кроме именно технарей? Рустам, продолжу с тобой. Ну, понятно, что hard skills тоже важны, раз есть soft skills, правильно? Вот, и soft skills важны. С hard skills мы исходим, что они важны, да? Я хотел бы просто... Без этого, наверное, не пройдешь и собеседование, и не пройдешь и на вакансию инженера. Но soft skills не менее важны, это умение общаться, умение работать в команде, потому что, ну, например, у нас ввиду специфика нашего бизнеса, мы аутсорсеры, опыт и экспертиза накапливаются только в команде, когда высокопрофессиональные инженеры могут взаимодействовать друг с другом и решать какие-то общие проблемы. Умение общаться, умение договариваться, умение объяснять нашему заказчику свою позицию, обосновывать ее. Все это очень важно, и если это они могут еще делать на английском языке, то это вообще отличная ситуация. Кстати говоря, английский язык, если сегодня он рассматривается как преимущество, то все, чем дальше, тем больше то, что английский язык становится само собой разумеющимся и не рассматривается как преимущество. Поэтому он просто должен быть. На самом деле, чем вы старше становитесь и чем старше ваш курс, тем меньше документации на русском языке вы найдете. Поэтому лучше привыкать на английском общаться. В краске FlatStack это один из рабочих языков. Я вспомню это очень серьезное требование при приеме на работу. Я даже знаю про то, что в компании есть даже такая вещь, как блоги технологические, где как раз такие коллеги что-то пишут именно на английском друг для друга про свою работу. Тимур. Да, возвращаясь к софт-скиллам, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мне кажется, один из самых главных софт-скиллов это умение учиться, причем желательно учиться самостоятельно. Продолжая мысль про то, где учиться, скорее всего, лучше учиться в первоисточнике. И, как правило, если мы говорим все-таки про веб-разработку, большая часть на английском языке. Соответственно, это действительно одно из требований знать английский язык и как минимум читать, а как максимум писать и уметь излагать свою мысль. Например, будущему клиенту. Второе, я бы отметил возможность правильно и, скажем так, нетоксично хорошо общаться в команде с своими коллегами, иметь возможность построить хорошую атмосферу внутри коллектива, избегать какого-то соперничества постоянного, и больше работать над командным результатом. Если говорить о том, что можно у нас делать в компании помимо программирования, вот Ruby on Rails и Frontend, конечно, мы занимаемся мобильной разработкой, конечно, у нас есть и продукт-менеджеры, и проджект-менеджеры с идеальным знанием английского языка, потому что, как правило, большинство наших заказчиков англоговорящие. Есть место и дизайнерам, поэтому если вы вдруг супертворческий человек, тоже приходите к нам, у нас найдется для вас работа. Если завершить мысль про софт-скиллы, мы достаточно много тоже уделяем времени обучению в компании, поэтому стараемся каждые полгода составлять индивидуальный план развития для каждого человека, куда включаем развитие и хард-скиллов, и втором блоке софт-скиллов. Если по какой-то причине какой-то из скиллов отстает или недостаточно развит, мы составляем план, даем материалы, помогаем с менторством, чтобы развить какой-то из скиллов необходимых. Спасибо. Игорь? Ну да, как популярно говорить, хороший человек — это не профессия, такое мнение, но оказывается, хорошесть-то очень хорошо требуется, проверяется. Например, у нас в компании есть такой TeamFit интервью, то есть когда с человеком общаются не про его технические знания, а просто вот про личные интересы, про его общая интересность, и составляется мнение, хочу я ли с этим человеком плыть в одной лодке вообще, работать вместе, проводить 8 часов каждый рабочий день, то есть кучу-кучу времени. И без общего такого развития, без философии, без этой самой истории, без наших вот вспомогательных вот этих вот как бы для хардскиллов дисциплин сложно добиться, без английского отличного. Вот очень нужные штуки, и они важны, их нужно развивать в себе. Я считаю, что действительно умение учиться, Тимура поддержу, такая общая штука, поддержка в себе, любопытство общего такого, тайм-менеджмент, в определенном смысле важная такая тоже, софт-скильная штучка, умение во всей этой бурной жизни найти время и для ТикТока, и для какого-то обучения, продвижения себя. Английский, вот наша компания, например, вроде бы такая русская, у нас русские продукты на русском рынке, но невозможно состояться и стать топ-профессионалом без отличного знания английского. Может быть, немножко нивелируется уровень. Вот разговор на английском, он не очень применим, мы все-таки коммуникации ведем на русском, но в русских коммуникациях столько мерчить и всего такого, других слов, что кажется, что это уже давно не русская коммуникация. Состояться можно в совершенно разных ролях, даже вот как бы если хардовая вставляющая немножко у человека не так сильно может быть развита, вот можно стать отличным менеджером, например, директором центра Тинькофф, в конце концов, может быть, тоже получится стать. Это тоже такая больше софт-скильная работа, софт-скильная компетенция с небольшим таким хард-скиловым бэкграундом. Спасибо. Добавить на самом деле нечего. К словам коллег, все это нужно развивать и главное нужно быть готовым все это развивать, не бояться ошибаться. Коллеги, мы уже близимся к такому завершению нашего инсталайфа уже очень много было рассказано и сказано и про IT, и про обучение, и про ITIS. Я вам напоминаю, что документы у нас принимаются 20 июня, можно подать заявление онлайн, вы уже участвуете в конкурсе. Сайт abiturien.kpfu.ru, там информация, там правила приема, на этом же сайте есть вся информация о доп. баллах, когда есть какие-то индивидуальные достижения, дополнительные баллы. В общем-то все это можно читать, нам нужно писать, спрашивать, а коллег я все-таки хочу в заключение сказать такой вопрос. Вы уже в принципе начали об этом говорить, но вот нас слушают все-таки люди, которые в будущем тоже будут искать работу и пробовать, как быть или как стать успешным человеком, войти, не войти, где угодно. Тимур. Такое небольшое напутствие, скажем так. Да, мне кажется, здесь просто ответ очень простой. Нужно заниматься любимым делом в первую очередь. Все. Как правило, если вы занимаетесь любимым делом, если мы говорим про IT, успех вас найдет и финансовый, и любой другой. Что там? Учиться, учиться, еще раз учиться. И заниматься любимым делом, конечно же. И поменять направление своего развития или деятельности никогда не поздно. Это факт. Игорь? Быть пытливым, любопытным, не терять этот интерес, не терять упорство в поисках себя в этом мире. Может быть, любовь, она не сразу придет, не всем она так сразу. Прямо я родился и сразу понял, что хочу стать бэкэнд-разработчиком. Но если пробовать, искать, не сдаваться, то любовь придет, а с ней и самые высокие карьерные и какие-то, может, предпринимательские достижения тоже. Можно добавить. Да, да. Вот нужно, потому что вы как-то быстро все ответили. Просто такая ситуация была, что мы собеседовали dotnet-разработчика, и он к нам, в принципе, прошел медлом, и на собеседовании он сказал, я, говорит, хочу стать пилотом. Ну, мы все дружно посмеялись, думаю, классно, хорошее желание. Взяли его медлом, поработал нас какое-то время. Через какое-то время он приходит, заявил на увольнение, я говорю, куда? Он говорит, а мне, говорит, продолжили, говорит, стажером-пилотом летать на Боинге во Флайд-Дубай. Я говорю, молодец. Поэтому никогда не поздно. Да, никогда не поздно определяться. В этом, на самом деле, нет ничего такого. Краски ценность в том, чтобы вы легко принимали такие решения. Это краски то, чему вы лучше все учитесь в профессиональной жизни, это принимать решения. Кстати, говоря про разные занятия, я напоминаю, что поступая в университет, вы не только поступаете на обучение, вы не только будете заниматься наукой, которая тоже очень хорошо представлена. И в университете у нас в ИТИС, это направление искусственного интеллекта, робототехники, виртуально дополненной реальности и другие направления. Также, поступая в университет, вы получаете доступ к различным внеучебным сферам деятельности. Это и культурно-массовая сфера. Можно участвовать в концертах в качестве музыканта, в качестве исполнителя танца, в качестве какого-то театрального жанра. Можно найти себя в общественной деятельности, в добровольчестве, в волонтерстве. Можно состояться в спортивной деятельности. Я знаю, что немало, кстати говоря, ИТ-компании очень серьезное внимание уделяют спорту. То есть некоторые компании оплачивают корпоративный фитнес. Некоторые устраивают... Кстати, а какие у вас есть спортивные мероприятия? Я просто иногда вижу, что кто-то играет, из коллег тоже выкладывают в Инстаграм. Как правило, ребята собираются сезонно поиграть в футбол, возможно, в зале, летом поиграть в волейбол. Мы, как правило, поддерживаем такие активности, снимаем зал для таких игр. С чего-то, какого-то конкретного направления, например, нельзя сказать, что мы компания, которая играет только в футбол. Нет, к сожалению, у нас команды своей нет. Мы стараемся разные вещи пробовать, в зависимости от того, какое желание у ребят в команде. Что там у вас? Ну, у нас такие активности в основном в Нижнем Нограде, потому что там, как минимум, людей больше и есть кому этим заниматься. Но в целом мы тоже поддерживаем все активности, но никогда не против. Спартакиада проводится в Нижнем Нограде, поэтому так вот. Спасибо. Ну, мы тоже поддерживаем спорт, оплачиваем абонемент спортивный. У нас тоже не так много людей, чтобы прям собирать какую-то большую команду. Поэтому, знаю, ребята присоединяются тоже с ребятами, там с Тимуром тоже, из его флэтстека, там играют в футбик иногда. Вот. У нас еще киберспорт развит. У нас работает, на самом деле, в штате чемпионка Европы по контр-страйк. Правда, не в Казани, а в Москве, но в любом случае можно с ней зарубиться, в каточку катнуть за террористов. Без шанса. Ну, кстати, да. Кстати, у нас в университете тоже есть две киберспортивные команды, и они активно как бы тренируются и развиваются. То есть это, наверное, тоже есть, оно будет развиваться. Коллеги, огромное вам спасибо за то, что нашли время в рабочем графике пришли, нашли время прийти к нам в студию. Спасибо, что рассказали обо всем. Уважаемый абитуриент, уважаемый гости трансляции, еще раз с вами был ИТИС, Институт информационных технологий, институтных систем Казанского федерального университета. Мы вас ждем. Готовьтесь, сдавайте ЕГЭ и становитесь частью нашей большой семьи. Ну, ИТИС для вас, возможно, в каком-то смысле, станет первой такой компанией для профессионального вашего роста. Всем большое спасибо за то, что были с нами. Ну и до новых инсталайфов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok